Мы уже знаем, что электрическим током называют упорядоченное направленное движение заряженных частиц. Для возникновения и существования электрического тока в проводнике необходимо наличие свободных заряженных частиц, электрическое поле внутри проводника или в среде, где протекает электрический ток, сила, действующая на свободные заряженные частицы в определенном направлении и замкнутая цепь. О наличии электрического тока мы можем судить по тем действиям или явлениям, которые его сопровождают. Различают тепловое, химическое, магнитное действие тока. Постоянным током называют электрический ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению. Для широкого класса проводников, в том числе металлов, справедлив закон Ома для участка цепи. Сила тока на участке цепи прямо пропорционально приложенному напряжению и обратно пропорционально сопротивлению этого участка цепи. Проверим справедливость закона Ома для участка цепи. Соберем цепь, состоящую из резистора, источника тока, амперметра, вольтметра и ключа. Измерим силу тока, когда цепь питает одна батарейка. Повторим опыт с другим напряжением. Мы видим, сила тока растет прямо пропорционально увеличению напряжения. Основная электрическая характеристика проводника — сопротивление. От этой величины зависит сила тока в проводнике при заданном напряжении. Причиной электрического сопротивления является взаимодействие электронов при их движении по проводнику с ионами кристаллической решетки. Электрическое сопротивление металлов прямо пропорционально длине проводника и обратно пропорционально площади его поперечного сечения. Величина ρ — удельное сопротивление проводника, величина, зависящая от рода вещества и его состояния, от температуры в первую очередь. Единица измерения удельного сопротивления — Ом на метр. Электрическое сопротивление измеряют Ом метром. Пассивный элемент электрических цепей, обладающий определенным или перманентным значением электрического сопротивления, называют резистором. От источника тока энергия может быть передана по проводам к устройствам, потребляющим энергию. Для этого составляют электрические цепи различной сложности. При последовательном соединении электрическая цепь не имеет разветвлений. Все проводники включают в цепь поочередно друг за другом. Соберем цепь, состоящую из двух потребителей, например, лампочек, источника тока, ключа и амперметров. Независимо от положения в цепи, амперметры показывают одинаковое значение силы тока. Измерим общее напряжение в цепи и напряжение на каждом из проводников. Получим, что сумма напряжений на отдельных участках цепи равна напряжению во всей цепи. Из этого эксперимента видим, при последовательном соединении проводников сила тока везде одна и та же. Общее напряжение и сопротивление цепи есть сумма всех напряжений и сопротивлений в данной цепи. При параллельном соединении концы проводников присоединены к одной и той же паре точек. Сравним ток в общей части цепи с токами в каждом из параллельно соединенных участков цепи. Соединим две лампочки параллельно и подключим их к источнику тока. Для определения силы тока в каждой из ветвей соединения, каждую лампочку последовательно соединим с амперметром. Третий амперметр измеряет силу тока в неразветвленной части цепи. Ток И, текущий по цепи, разветвляется на два тока, И1 и И2. Часть тока идет через одну лампу, часть через другую. При параллельном соединении все проводники подключаются к одному и тому же источнику тока. Поэтому напряжение на параллельных участках цепи одно и то же и равно напряжению на всем рассматриваемом участке. Из этого эксперимента видим, при параллельном соединении проводников напряжение на них одинаковое. Силы токов суммируются, а величина, обратная полному сопротивлению участка цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлением отдельных проводников. На практике чаще всего встречаются смешанные соединения проводников. Это такие соединения, когда в цепи присутствуют и последовательное, и параллельное соединение. Смешанные соединения проводников удобно рассчитывать при помощи метода эквивалентных преобразований. Субтитры создавал DimaTorzok